Здравствуйте! Вы смотрите программу интервью. Я Эдуард Раткевич. И сегодня в нашей студии заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Ростовской области Людмила Васильевна Кухта. Людмила Васильевна, здравствуйте! Добрый день! 2014 год принес немало изменений в законодательстве о страховых взносах в небюджетные фонды. И начнем, пожалуй, с самого, на ваш взгляд, актуального. Ну, исходя из сегодняшней даты, прежде всего, наверное, нужно поговорить о платежах. До 17 февраля нынешнего года уважаемые страхователи должны оплатить страховые взносы на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование за январь текущего года. Но оплату страховых взносов они должны произвести уже с учетом нововведений. В чем, собственно говоря, нововведение? С 1 января нынешнего года платежи на обязательное пенсионное страхование необходимо уплачивать одним платежным документом, без разбивки на суммы на страховую часть и на накопительную часть. Кроме того, использовать при заполнении платежного поручения необходимо код бюджетной классификации, предназначенный для учета платежей на страховую часть трудовой пенсии. Такие положения содержатся в новой статье 22.2 закона федерального номер 167 от 15 декабря 2001 года. Статья эта так и называется «Единый расчетный документ». И кроме того, еще 12 ноября 2013 года Министерство финансово-Российской Федерации взял приказ номер 107 Н, в соответствии с которым изменились правила заполнения платежных документов. Платежное поручение само по себе не поменялось, вид его остался прежним. Количество полей, необходимых для заполнения, то же самое. Но изменились правила заполнения отдельных полей платежного документа. Соответствующую методичку для наших платежек мы отделение пенсионного фонда разместим на интернет-странице отделения. Кроме того, информация направлена в территориальное управление пенсионного фонда. И для тех страхователей, которые заключили с нами соглашение об организации электронного документа оборота, будет сделана веерная рассынка по каналам связи. А размер тарифов страховых взносов в небюджетные фонды не меняется? Действие тарифа страховых взносов в государственные небюджетные фонды на 2014 год и вплоть до 2016-го, включительно, сохраняется в размере 30% для большинства страхователей. Это 22% пенсионный фонд, 5,1% на обязательное медицинское страхование и 2,9% это на фонд социального страхования. Применяется к предельной величине, до предельной величины базы для исчисления страховых взносов, а в нынешнем году это 624 тысячи. То есть, если ваш заработок с начала года нарастающим итогом составляет 624 тысячи, то применяется выше названной тарифой. Если же ваш заработок превышает в какой-то момент предельную базу для исчисления страховых взносов, то свыше суммы облагаются в размере 10%. Это на обязательное пенсионное страхование. Что касается льготных тарифов, то продлен период действия льготных тарифов для малых предприятий, занятых в производстве, в социальной сфере, в социально ориентированных некоммерческих организациях, благотворительных организациях и для аптечных организаций. Изменился в сторону увеличения тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование как раз-таки для организаций российских и предпринимателей, которые занимаются производством, изданием, выпуск свет и в эфир, изданием средств массовой информации. То есть как раз-таки в вашей организации для вас установлен тариф в пенсионный фонд 23,2%. Общий тариф так и остается 30% просто на медицинское страхование 3,9% в отличие от 5,1% для всех и 2,9% остается для фонда социального страхования. Кроме того, прекратил действие льготный тариф для организаций, оказывающих инжиниринговые услуги. То есть они будут оплачивать на общих основаниях. Ну, это вот что касается тарифов. На сайте областного отделения Пенсионного фонда России работают два полезных электронных сервиса. Это личный кабинет предпринимателей и личный кабинет плательщика страховых взносов. Расскажите, пожалуйста, о них подробнее. Ну, прежде всего, спасибо за такую позитивную оценку наших сервисов. Да, действительно, мы надеемся, что они будут очень популярны, будут очень полезны. Два сервиса для личного кабинета плательщика. Для того, чтобы улучшить взаимодействие, облегчить составление отчетности нашим страхователям, вот открыт такой личный кабинет плательщика. Он предназначен как для организаций, для индивидуальных предпринимателей и работодателей, так и для индивидуальных предпринимателей, которые не осуществляют выплату в пользу физических лиц. Сейчас он содержит четыре дополнительных сервиса. Это справочная информация, возможность написать сообщение, возможность написать отзыв и оценить сам личный кабинет плательщика. Если говорить об основных сервисах, то их семь. Это информация о состоянии расчетов, справка о состоянии расчетов, реестр платежей, проверка РСФ-1, платежное поручение, расчет взносов и квитанция. Что позволяет произвести эти сервисы? Прежде всего, получить информацию и осуществлять самостоятельно свою собственную платежную дисциплину и провести сверку платежей с пенсионным фондом. Если говорить о справке, справка о состоянии расчетов, то это документ, который требуется для наших платежей для предъявления в разные инстанции. Если подавать заявление о получении данной справки в территориальное управление в письменном виде, то срок исполнения этого заявления 5 дней. А в электронном кабинете, в личном кабинете плательщика, вы получите эту справку в режиме реального времени. Платежи, реестр платежей. Здесь можно получить реестр платежей уже с учетом решений о зачете или возврате лишних уплаченных страхов износов. Но проверка РСФ-1 говорит сама за себя. Она позволяет проверять отчет, составленный ежеквартально, и позволяет безошибочно его составить. Потому как производится предварительная проверка не только на соответствие требованиям форматно-логического контроля, но и на соответствие данным, то, что уже содержится в базе данных пенсионного фонда, и то, что содержалось в ранее представленных отчетах самого страхователя. Платежное поручение. Здесь можно сформировать самостоятельно платежное поручение на бумажном носителе, для того, чтобы оплатить страховые износы в безналичной форме с расчетного счета. Два последних сервиса, расчет взносов и квитанция, относятся к индивидуальным предпринимателям. Расчет взносов позволяет рассчитать, сколько необходимо индивидуальному предпринимателю оплатить страховых износов в текущем году, а квитанция – это формирование квитанции для уплаты страховых износов наличными средствами. Вот мы надеемся, что все эти сервисы помогут нашим страхователям без особых трудозатрат составлять отчетность, и сдавать ее в безошибочном варианте с первого раза. Вы напомнили страхователям о том, что до 17 февраля следует уплатить страховые взносы во внебюджетные фонды за январь этого года, но эта же дата станет и последним днем отчетной кампании за 2013 год. Так ли это? Да, действительно. Обычно 15 число второго месяца после квартала, но в связи с выходными 17 число. Необходимо представить вовремя отчет для того, чтобы не иметь штрафных санкций. И мы ожидаем прием отчетности от 70 тысяч страхователей, это будет 1,8 млн индивидуальных сведений. Но мне бы хотелось обратить внимание платильщиков на другое. С 1 апреля нынешнего года, то есть отчет за первый квартал 2014 года, необходимо будет представлять по новой отчетной форме. Единая отчетность. И информацию об этой единой отчетности мы также постараемся как можно шире довести до наших страхователей, используя наш интернет-сайт, используя наши доски объявлений в цирритальных управлениях, но с помощью как раз таки и средств массовой информации. Для того, чтобы... будем проводить семинары для того, чтобы страхователи не испытывали особой трудности при переходе с одной формы отчетности на другую. 2014 год принес позитивные изменения для индивидуальных предпринимателей. Изменился порядок расчета размера страховых взносов и для этой категории платильщиков. В чем, собственно, заключается суть изменений? Суть изменений заключается в том, что практически в два раза уменьшилась общая сумма платежа. Обязательное пенсионное страхование, оно сейчас составляет 17 328 рублей 48 копеек. А изменился еще расчет самой суммы. То есть при наличии дохода за год у индивидуального предпринимателя в размере 300 тысяч, сумма будет такая, как мы с вами уже сказали. Если же сумма годового дохода превышает 300 тысяч, то из ранее названной суммы добавляется 1% с той суммы, которая превышает 300 тысяч. То есть 350 тысяч у нас доход, с 50 тысяч мы добавляем еще 500 рублей 1%. И тогда уже увеличиваем сумму платежа на 500 рублей. Людмила Васильевна, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Спасибо, что стали гостей нашей студии. Это была программа интервью. Я Эдуард Раткевич. С вами прощаюсь. Успехов в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова